Сейчас полдень и очень громко в Бахмуте. Ранее мы знали о том, что ранним утром россияне обстреливают массированно город и потом вторая фаза уже во второй половине дня. Но сейчас полдень и мы слышим, что артиллерия работает и от вибрации даже дрожат уже поврежденные и разрушенные здания, которые находятся здесь на центральных улицах города. Невыносимо. Сегодня, когда летел самолет, я уже просялась с жизнью. Прямо над нами. Такой тяжелый самолет. Где-то недалеко рвануло. Страшно. Очень страшно, хочу сказать. Ни воды, ни света, ни тепла, ни еды, собственно, особенно нет. Тяжело. Страшно, когда видишь мертвых животных. Еще страшнее, когда, знаешь, людей убивают. Еще, когда люди просто лежат по два месяца под разбитыми домами и некому их похоронить. В большей части Бахмута не увидишь работающих магазинов. Гуманитарную помощь привозят. А вот эвакуационных групп стало меньше. С эвакуацией, да. Они уже не так часто поезжают. А вот помощь нам привозят часто. Просто, ну, сегодня вы их не застали. Вчера вот ребята нам повезли спальные мешки в том числе. Очень хорошо. И продукты, которые мы тоже распределяем и выдавим. Под угрозой попасть под обстрел столичные волонтеры пытаются дать местным то, чего в городе уже нет более полугода. Украинский Бахмут сегодня не остается без помощи, без внимания и без отсыпчивости. Вот сейчас видно, как волонтеры из Киева бурят скважину. Уже на 27 метров они опустились под землю. И в Бахмуте в двух местах появится скважина. Это значит, что у людей будет возможность набирать чистую, очищенную воду. Вода, фигевая, без очистки. Генератор подключили, водичка побежала. То есть при работе генератора это будет бесперебойно? Люди смогут приходить, набирать все спокойно, да? Да. Мы уже выезжали из города, однако на выезде увидели пожар в многоэтажном доме. И прямо сейчас украинские военнослужащие нам сказали, что это от прямого попадания российского снаряда. Такие пожары от обстрелов в этом районе не редкость, говорит жилец этого дома Юрий. Мужчина единственный, кто остался в своем подъезде этой многоэтажки. Прямое попадание. Могу сказать по-русски, но не буду. Или по-украински, но не надо. Правильно? Обобщать это. Бачите, горитек. Десятками пожаров за день от российских обстрелов в городе продолжает уничтожаться жилая инфраструктура. На сегодняшний день город разбит на 70%. В Бахмуте по-прежнему живут около 8 тысяч человек. Алена Грамова из Донецкой области. Для телеканала Freedom.